Итак, всем привет, дамы и господа, с вами я, Эдди, и у нас уже 240 выпуск обзоров модов для GTA San Andreas, и я тут подумал, почему не сделать на этот выпуск какой-то глобальный мод, и поискал-поискал и нашел интересный мод, который добавляет тематику Mortal Kombat в GTA San Andreas. Давайте начнем новую игру уже, и посмотрим, что нас там ждет, по-моему, это мод очень интересно, весел, со своими линией, со своими персонажами, со своими суперприемами и так далее. Ролик. Первый ролик, это глобальная модификация, установка очень легкая, все лишь заменить там все файлы, но ничего сложного нету. Ну так вот, вот, установка, наш главный герой какой-то и он, вот, Райдер, не, как его зовут? А, Рейден, 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 наш учитель, типа, у нас тут какой-то диалог, можно пропустить, конечно, все это, но я не знаю, чтобы сильно видео не было длинным, а больше, как бы, геймплея вот было, можно пропустить, конечно же, но если... Так, да, наде... Ну ладно, я пропускаю, дорогие друзья, так как это нам пока что не надо, и... Если вы захотите скачать и поиграть, то, мне кажется, будет лучше, вы, как бы, лучше узнаете сам сюжет, чем я вам покажу. Ну так вот, здесь у нас будет небольшое обучение, как управлять, как кувыркаться, как прыгать, как убивать вообще. То есть, там, НУМ-8, сальто назад, НУМ-5, это вперед, или наоборот, чтобы сделать сальто назад, нажмите клавишу НУМ-4, а кувырок вправо, НУМ-6. Ну, в принципе, туториал, я его тоже пропускаю, и давайте уже к первой нашей битве с... Так, ну хорошо, теперь покажи нам, что ты способен. И тут же нам дают какого-то баласа, ну ладно, попробую дарить этого противника. Ну, поехали, просто начинаем с ним гаситься, всякие приемы можем использовать, например, клавиша 8, нет, клавиша 9, это удар такой ногой. И все, вырубили, пацана, просто потерял сознание и сдох. Следующее, признайся, это было просто, но что, если противников будет несколько? Вот это не беда. Жми прицел плюс Enter, чтобы одарить их более сильными ударами. Окей, босс, прицел и Enter, это будет сильный удар, но я использую удар ногой. Та-дамс, та-дамс. Просто все горячие клавиши есть в Redmi мода, так что не парьтесь, там все есть. А пока что просто играем и смотрим эту замечательную глобальную модификацию для GTA Sunrace. Так, что там у нас? О, во, апперкоты пошли, суперудары. Круто, круто, круто. И вот, заваляли уже троих баласов и следующее наше испытание. Ты справился, но это не самое сложное. Да. Враги могут быть сильнее и вооружены. Вот это уже реально опасно, так как какие-то хипстеры летят на нас с лопатами, с дубинками. Просто, не знаешь, месиво начинается. Блин, это реально сложно, он очень сильный чувак. Особенно, вот это, с лопатами клинит. Но нам кто-то пополняет здоровье, или мне кажется. Стоп, 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 что-то я... Так, главное бы не сдохнуть, я знаю. Но, в принципе, если сдохнуть, то ничего такового не будет. Вы просто сдохнете и провалите первую миссию. Выглядит, я уже сдох, так что я все это знаю. Блин, вот этот сильно бьется, гад. Все, замочили троих этих чуваков, и у нас последнее испытание. Так, в принципе, у нас осталось последнее испытание, как говорит Рейден. Самое такое сложное, якобы. Здесь мы должны убить троих ниндзя, ну или не ниндзя, а воинов. Вот, да, троих воинов. Они в такой черной одежде, как ниндзя выглядят. Ну, ладно. Суть в том, что у одного из них есть катана, и это очень опасно. Потому что катана, вы сами знаете, это очень острое оружие. И опасно в какой-то степени. Может убить с одного удара. Но, блин, уже... Вот тваря. Чуть не порезал, чуть не порезал. Очень опасный бой. Но главное, мне кажется, не проиграть. Он уже истекает кровь. А он тоже своих, мне кажется, режет, если я не ошибаюсь. Тупо в своих попадает иногда. Ну, ладно. Это нам на руку идет. Вот знаете, что я одного не пойму в этом моде? Вот кто такой наш главный герой? Этот Ион. Вот в серии Mortal Kombat я его почти не видел. Вот я знаю там, в принципе, многих. Там, не знаю, Соня Блейд, Джонни Кейдж и так далее. Но вот Ион, я первый раз слышу такого героя из Mortal Kombat. Вообще, есть ли такой или нет? Ну, наверное, есть, но из какой-то такой непопулярной части Mortal Kombat, мне кажется. Вот из какой именно, вообще, без понятия. Если вот вы в курсе, пацаны, то напишите, пожалуйста... Ой, черт. Может взять бронежилет? Как думаете, он нам поможет? Я думаю, да. О, четко. Так, все, одного убили там, пацана, уже окей. Осталось двое. Просто деремся, там, всякие суперудары. Там, P, это с разворота. Вот так. Вертуха, P, 9, это... Так, 9, это вот такой удар ногой, в принципе. Но я все это рассказывал. Так. Остался последний, самый главный босс. И все, мы прошли наш туториал. Четыре испытания, все пройдены. И райдер говорит, теперь ты должен найти мастера Борзецо. Он научит тебя специальным ударом. Что за мастер первый раз слышу? Ну ладно, и помни, ты полубог, твоя божественная сила в тебе, и ты должен научиться ее пользоваться. Понятно? Так, читаем дальше. Чтобы быстро добираться до нужного места, нажми клавишу 8, и ты сможешь летать. Вот это реально супер возможности полубога. Чтобы отключить режим полета, снова нажми клавишу 8 или 9. 9. Так, все, наш туториал закончился, и мы можем спокойненько бегать по штату Сандре. В принципе, штат не изменился, но добавили кучу новых миссий. И самое первое, что бросается нам в глаза, так это новая растительность. И вот этот красный маркер. Но растительность, она красивая, чем-то похожа на Project Oblivion 2007. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну так вот, заходим на маркеры. Это режим обычной битвы. То есть, выбираем себе игрока, выбираем нам противника и деремся. Думаю, все понятно с этим делом. Ну, давайте мы проверим на практике, как говорится. Выбираем, к примеру, Джонни Кейджа. И против нас будет Кунг Лао. И выбираем место битвы. Давайте Небоскреб. Там много мест, но я выбираю. Не буду себе показывать, сами посмотрите, если надо будет. Просто одно, ну для примера вообще. Вот, Небоскреб загружается. Текстурки грузятся. Это Джонни Кейдж. Это Кунг, нет. Кунг Лао это? Ну да, по-моему. Я не помню их. Вот этих китайцев. Все, и тут же у нас... Так он, а, вот он. И вот тут же он начинает крутиться бешено. Очень прикольно сделано. Так что крутится, может шляпу бросать. Вот черт бросает, реально. И еще есть шкалы здоровья. Две шкалы такие. Вот, вы видите, наверху зелененькие. О, щет, он нас перекинул. Умри, падла. Ух ты, черт, четко мы его. Блин, он нас тоже сейчас воткнет. Плохо дело. А что-то он в здоровье вообще не уходит. Что, бессмертный, что ли, наш Джонни Кейдж? Блин, я вообще где-то драться тут не умею, что-то. Что он делает? Кстати, прикольно все это реализовано. Максимально приблизили к тематике Mortal Kombat, мне кажется. И это очень круто. Таких модов у нас еще не было. На тему Mortal Kombat я вот не помню. Даже, по-моему, не было ни одного скина на тему Mortal Kombat. Там, Сайрекс или Джонни Кейдж и так далее. Где чувак? Он что, упал с небоскреба, что ли? Если да, то это, по-моему, просто фейл всех фейлов. Я не знаю, где он. Что? Он вылетел с арены? За это ему надо техническое поражение ставить. Это первое с вами такое бывает. Он просто офигеть. Я не знаю. А ну сюда. За то, что вылетел с арены, чертила. Иди сюда. Ладно. Да, драться здесь тяжело. Надо просто сначала пройти сюжетную линию, дорогие друзья. Ну ладно. Управление переходит за Иона. Ничего мы не потеряли за этот бой. Просто нажимаем клавишу 8. И полет начался, дорогие друзья. Начался полет. Но как? А, мышкой. Мышкой и клавишами V и S. Это ускорение. Да. V это ускорение. S тормс. Давайте мы полетим на мисс. Вообще, наша цель в этой глобалке, вот, подлетать к этим желтым маркерам и собирать нашу команду. И потом идти на турнир. Вот этот красный, если я не ошибаюсь. Вот такая здесь логика. Я думаю, так оно и есть. Ну ладно. Давайте мы полетим в Сан-Фьерро. И там нас ждет первый чувак. Ну, да. Мы должны набрать команду. И потом идти на турнир. Тут будут как и Смоук, там, Соня Блэйд, Джонни Кейдж. В принципе, все герои Мортал Комбата. А вот кто такой Ион, вот хер пойми сейчас, кто такой Ион. Или как его зовут, я уже не помню, но ладно. Как вы видите, штат остался прежним. Ничего не изменилось. Также ездят по машине по городу. Можно сесть в машину, мне кажется. Ну да, можно по-любому. В принципе, таких технических больших изменений нет. Но мод весит 300 мегабайт. И добавлены новые арены, дорогие друзья. Арены Шаукана. Арены там, чего оно там. Ну, не знаю. Куча арены битв добавились. Об этом чуть позже, мне кажется. И заходим на первую нашу миссию. И тут нам Кенши. Кенши попадается. Невидимый воин. Ну, не виден, а слепой. Кто ты такой? Юморя. Спокойно. Я Ион. Я собираю воинов для смертельной битвы. Ион. Лайфс Ион. Или как там? Лайфс Ион. Я согласен. Я согласян на участие. Я должен отомстить Шэнг Цунгу. Ион. Лайфс Ион. Ого, у нас гости. Ого. Вот это вот гости. Сколько пацанчиков-то. Шесть, что ли? И что, мочить их будем? О, мне дали этот. Катану. Круто. Круто. Мне это нравится. Просто отлично. Но бедного пацана-то кумарят уже. Да отойдите от поцака. Что вы налетели тут шестером вообще? А почему... А можно голову отрубить? Неинтересно. Черт. 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 Меня сейчас убьют опять. Бен, что-то они сильные, пацаны. Они знаете, на кого похожи? На Йормака. Это такой персонаж из серии МК. Такой тоже в красном одеале. Йормак. Йормак зовут его. Или Омак. Не знаю, как правильно на английском звучит. Но я думаю, вы поняли, о ком идет. Но что они делают? Я не могу их замочить. Что-то тяжело как-то. Бен, даже встать не дают. Что за... Эээ. Они используют нажатием одну клавишу. Что за бред, блин? Это ненавидел. Может, в комбате здесь то же самое происходит. Йо. Эх. Сложно. Ладно, летим еще куда-нибудь. Вот я прошел одну миссию. Это где надо взять Смоука, по-моему. Это где-то вот здесь на дороге. Вот здесь, если я не ошибаюсь. Ну, давайте полетим туда. Да. Да, конечно. Жалко, жалко, что нас убили сразу. Но ничего страшного. У нас есть еще куча попыток. В кармане 1000 долларов. Так что, все четко. По мере прохождения этих миссий, нам будет пополняться здоровье. Будем изучать новые приемы. Но, как сказал наш Рейдан, нужно пойти к какому-то мастеру. И он нас обучит приему. Ну, ладно. Давайте я ускорю этот полет, чтобы долго не смотреть. Так, вот мы уже подошли к очередной миссии. Это находиться вот здесь, на этой дороге. Ну, ладно. Заходим на этот маркер, в принципе. И смотрим, что нас ждет. Тут надо будет выбрать, кого спасать. Того или того, получается. Вот. Он смотрит в разные стороны. Здесь бьют Смоука. Какие-то киборги забивают до смерти. А тут Саб-Зиро. Но я больше люблю Саб-Зиро. Хотя в первый раз спасал Смоука. Давайте я помогу лучше Саб-Зиро в этот раз. Так как это мой любимый персонаж с детства. Люблю его заморозки и так далее. Не трожьте Саб-Зиро, парни. Вы че? А ну, пошел вон отсюда. Давайте суперприемы наши любимые. Гасим, гасим Саб-Зиро. На пару работаем. Два на два уже честно стало. Че, тяжело до нас выиграть. Но ничего, мы вас сейчас... Сейчас мы вас быстренько натянем. Так, по-моему, одного я убил, если не ошибаюсь. И второй. Ну, Саб-Зиро, че ты как этот? Замораживай его. Интересно, он может замораживать? Мне кажется, вряд ли. Он не такой здесь продвинутый. Все. Саб-Зиро за нас. Спасибо, что помог. И все. Спасибо в карман не положишь. Теперь нужно найти моего друга Смоука. А че, Смоук? Походу, его уже убили, что ли? Кажется, мы опоздали. Здесь должна играть грустная музыка. И мы должны все заплакать. Что с вами случилось? Мы сбежали из Лин-Кузи. Из Лин-Кузи. Окей. Они хотят превратить нас в киборгах, но мы этого не хотим. А ты кто такой? Почему помог мне, а? Я Ион. Лайфс Ион. И я пришел к тебе, потому что ты один из избранных. Вот бы мне так сказали. В реальной жизни. Так. Тут нам дают оружие, бензопилу и мазафака. Теперь мы бессмертны, мне кажется. Это стопудово. Девушка. Все нормально? Так. Ну, мы выполнили первую миссию. И, в принципе, мы уже так поверхностно с модом познакомились. Вообще разузнали, что да как. Давайте выполним еще пару миссий, наверное. Чтобы не было видео коротеньким через чур. Немного его удлиним. Давайте поедем на Акры. Блин. Что за бред? На Акры черники. Немного подлагивает полет. Конечно, он не сделан на отлично. Но вот такой полет. Что поделать? Так. Здоровья. А вот здоровье, по-моему, даже увеличилось, если вы заметили. И это очень круто. То, что есть режим прокачки. Вообще, мод мне понравился. Да, как бы это глупо не звучало. Но мод хороший и прикольный. Несмотря на тематику. На тематику Mortal Kombat в этой игре. Но все четенько. Летим к следующей миссии желтой. И здесь у нас что-то намечается. Так. Кого там бьют? Так. Посмотрим. Так. Не вижу. Какие-то бревна здоровые. И тут у нас маркер. Смотрим. Очередной ролик. Это кто? Не знаю, кто это. А где субтитры? А, все. Мастер Борзичо. Меня прислал Рейден. Да, я должен научить тебя драться. Приступим к обучению. А, вот этот мастер. Чего вы на карте не отметили никак? Хорошо, что я к нему приехал. Буду теперь знать. Все удары выполняются нажатием клавиши на цифровой панели клавиатуры. Эх, жаль те, у кого ноутбуки. Бросок. Бросок. Чтобы сделать бросок, нажимай клавишу NUM 9 рядом с противником. Окей. Так и сделаю. Аперкот. Чтобы сделать апперкот, присядь и нажимай клавишу NUM 9. Как сказал нам наш мастер Шаолин. Удар с разворота, Вася. Чтобы сделать удар с разворота, нажми на клавишу NUM 7 или клавишу P. Подсечка. На самом деле, клавишу P можно нажать. Чтобы сделать подсечку, присядь и нажимай клавишу NUM 7. Ну, в принципе, понятно. Механика Mortal Kombat. Ну, а теперь проверим, какой ты в бою парень. Ну, вот я сам немного приукрасил диалог. О, черт, он. Он лезет. Ты что, парень? Я не хочу проблем. Ой, да не, я не смогу его выиграть. Я драться не умею. Опа, пошел вон отсюда. Аперкот не работает, твою мать. Блин, подсечка. Да, давай, давай. Давай. Опа. Блин, неужели получается? Пошел отсюда, старикан. Так, чисто работаем панельной клавиатурой, или как она называется? Ну, которая NUM. Написано NUM-ки всякие. Блин, он нас убьет. Лети, чувак. Вау, вау, потише, что-то слоу-моушен. Хочу апперкот ему сделать. Мой любимый удар вообще, это апперкотище. Он что, отбегает, как телка? Да, лети уже, надоел, старикан. Как у нас мочить сюда? Что-то мне не нравится это все. Давайте одним ударом, как настоящий. Может, он комбат, его загасим сейчас? Нет, пожалуйста. Ах, блин, он нас убил. Вот это... Эх, не умеем мы драться, к сожалению. К сожалению, мы не умеем. Ладно, дорогие друзья, чтобы вас не томить, я вам покажу начинку этого мода. То есть, зайдем на красный маркер. Вот он. Ну, одну миссию мы прошли, мы спасли с этого. Как его? Саб-зиро. Это неплохо, да? Наше место респауна почему-то гора Чили. Ну, ладно. Чили так, Чили. Да, но растительница очень красивая. Они... Project Oblivion, по-моему. Это свободовая Oblivion, мне кажется. Или... Тяжело сказать, откуда эта растительность. И здесь нас ждет Люк Кенг. Люк Кенг, просто убийца. Ты Люк Канг? Меня прислал Рейден. Да, я готов для участия в турнире Смертельной Битвы. Окей. У нас проблемки. Что? 2 на 2? Нет. А, 4 на 2. Ну. Понятно. О, пацанчик. Вот пацанчик сейчас... А, ну понятно. Давайте их загасим тогда по-быстренькому. Сюда. Кому-кому бросок тут сделать? Бросок Кобры. Не, ну бросок прикольно реализован. Мне понравился этот приемчик. Спасибо нашему учителю за эти теплые удары. Блин, я не знаю. Тяжело замочить, гады. Гасят и гасят без остановки. А нету бронежилета случайно, пацаны? А где наша бензопила? Она пропала, что ли? Мы же ее подбирали где-то. О, вот плохо, когда они нападают троем. Вот это плохо, да. Потому что три на одного, это не честно. А наш пацан живой вообще? Его уже в лес потихоньку загоняют, отдаляют. А вы что напали? Ох ты, что он мутит? Троих просто кумарил. И все подбежали сразу сюда. Ну нормально. Я знаю, прием. Всех сейчас повалим. Опа. Опа. А ну сюда. Я и он. Энергетический напиток. Тут получается, да, на каждого перса дают три трех врагов. Ну в принципе, да, справедливый бой. Да ты что? Блин, вот сейчас опять одним ударом будет. Даже встать не дает. Просто фейспалм. Фейспалм. Так, в этот раз я решил собраться с силами. Одел бронежилет и понял то, что в этой глобалке еще работают коды оригинальной GTA San Andreas. То есть Хесаям, Месаям и так далее. Ну что, давайте зайдем в это здание. В принципе, я только что прописал Хесаям. И вы заметили, у меня 250 тысяч долларов. Но, в принципе, ничего страшного, мне кажется. Просто я проверял, работают коды или нет. И они, да, работают. И если кому-то будет тяжело играть, то, не знаете, можете, в принципе, прописать коды, если уж тяжко так. И тут же у нас идет геймплей за страйкера, дорогие друзья. Это персонаж из Mortal Kombat. Чувак, который любил стрелять на битвах. И любил кидать гранаты и делать подсечки. Я думаю, вы все узнали по его пистолетам. Я даже помню, какие комбинации надо было нажимать. Влево-право и... Влево... Как там было сейчас? Влево-право и квадрат, по-моему. Это его комбинации пистолета. Вот я недавно играл в Mortal Kombat 9. И там были эти комбинации. Ну ладно. И тут мы оказались в здании Зомбо Тэч. Знаете, с этим зданием связано... Просто связан один миф по GTA San Andreas. Типа здесь делают зомбаков. Но... Николай не понимал людей, которые делают мифы. Ведь мифов нет. А люди их делают, чтобы заработать лишние просмотры. И тут у нас появляется небольшой босс. Не вижу кто-то такой, но я постараюсь его убить выстрелом в голову. Сделать хэдшат красивый, чтобы долго с ним не париться. И давайте мы тоже сделаем. Так. Мне кажется, здесь нормальное расстояние. И пробуем. Все. Мы его убили выстрелом в голову. Просто очень хороший мы... Вот страйкер нормально, пацан. Имеет оружие. Так. Поздравляю. Ты сумел отреть опасного противника. Так. Диалог начался. Читаем. 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 Эй. Ты кто такой? Что здесь происходит вообще? Знаете, как в Дагестане. Ты кто такой? Я и он. Я пришел к тебе, потому что ты... Не. Потому что я избранный. Что там было? Ну ладно. И вот мы прошли эту миссию за страйкера. И это очень круто. Теперь у нас есть небольшая банда. Это страйкер. Забыл сказать одну очень важную вещь. Чтобы сохраниться в этой глобалке, нажмите на клавишу 1. Тут же появляется окошко, куда сохраняется. Например, вот сюда. Да. И мы сохранились, дорогие друзья. И да. Давайте скажу пару слов про вылеты. Вылеты есть, но они не так частые. И в принципе все играбельно. Ну, мод, да. Мод делался. В принципе он делался долгое время. И такой мод сделать тоже нелегко. Сами понимаете. Персонажи, анимации, спецприемы. Поэтому мод вылетает, да. Но я вам дам совет. Почаще сохраняйтесь, чтобы потом, если игра вылетит, то не начинать с самого начала. Так что сохраняйтесь, не жалейте сохранения. Так как мало ли что можно ожидать от этой игры. Когда она вылетит, когда не вылетит. Так что давайте мы сейчас направимся под конец данного видео. Оно уже идет минут 20, мое видео. Направимся в турнир смертельной битвы. Ну что ж, поехали. Данный турнир находится вот здесь, на пляже. Вот он на карте обозначен. Но я вам дам совет. Перед тем, как идти на этот турнир, лучше пройдите все желтые миссии. Наберите команду. Научитесь драться. А потом уже идите сюда. Но можно сюда прийти с самого старта. В принципе, так сказать, все открыто с самого начала игры, можно сказать. Ну давайте. Я знаю, что я здесь сдохну. Но давайте я вам просто покажу, что будет. К нам приплывает летучий голландец с Джеком Воробьем на корабле. Сейчас вы сами видите. Дальше просто корабль к нам приплывает. Мы должны на него залезть и отправиться на турнир смертельной битвы, дорогие друзья. Вот я хорошо знаю сюжет Mortal Kombat. Потому что я реально люблю эту серию игр и даже фильмы смотрел. Mortal Kombat, да, это очень четкая тема. Ох ты, четко, четко, четко. Так, зашли и смотрим ролик. Или что у нас тут будет? Так, рад приветствовать вас здесь. Хотел сказать, как его зовут. Его зовут, по-моему, Шан Цунг. Да, Шан Цунг. Вы уверены, что готовы к турниру? Нет, нихера не уверен. Ну просто вот этот турнир решит судьбу с земли. И он начинается. И мы начинаем Comedy Club. Маунт Чили. Мы появляемся на этой горе. И нужно идти на этот красный маркер. Не на тот, а на вот этот, который побольше такой. Окей, идем сюда. И очередной ролик. Я рад вас приветствовать на турнире Смертельной Битвы. Шан Цунг говорит. Лучшие земные воины должны будут сразиться с лучшими воинами императора Шао Каном. Мне интересно, будет в финале Шао Кан как босс? И всегда будет круто. В конце вы будете драться с чемпионами последних девяти турниров. Принцем Горо. Если, конечно, доживете до этого. Вот Горо, чувак прикольный. Четыре руки имеет, прикиньте. Считайте, я уже победил, говорит Страйкер. Итак, первый бой начинается прямо здесь. Let's go. Рептилия. Вон из расы Заурианцев. Кто бросит ему вызов, а? Кто тут самый смелый? Ну, ладно. Ночной волк тут самый. Ха-ха, у нас нет. Видите, вот что дает, если мы не прошли сюжетку. Ладно, давайте выберем нашего Страйкера. А Страйкер. Вот Страйкер, пожалуйста. Я мог выбрать и Иона, но мне его жалко. Он молодой еще и так. Отлично, начнем бой. Ну, и он молодой парень, его бы сразу убили бы. Но драться вы будете не здесь, а в туалете, как настоящие школьники. Так, где этот уродец? Небось, за тобой прячется. А у него есть пистолет? Нету, нету пистолета. Ладно, супер. Так, давайте его будем гасить одним ударом. Ведь мне кажется, каждый игрок Mortal Kombat убивал противника одним ударом. Это по-любому. Каждый из нас так делал, согласитесь, да? Я же знаю вас всех. Так, мы неужели мы его убьем, а? Если мы его убьем, то я буду счастлив. Хоть мы его убьем по-нубски, как это говорится в простонародье. Как нуб, да? Но я не знаю, просто проверю, что будет дальше. Ведь я дальше вообще не проходил этого момента. У меня рептилия всегда гасила здесь. Я даже не додумывался его одним ударом бить. Я просто его гасил, как настоящий зауранец. Или кто он? С какой он расы там? С заурианцев. Да что ты делаешь, рептилия? Угомонись, парень. Все ровно. Я страйкер. Я полицейский. У меня есть с собой гранаты, два пистолета. Тебе не жить. Неудачник. Все. Мы его замочили. Это очень круто. И мы должны уже заканчивать видео, потому что наш лимит превышен. Можем зайти еще разочек. Вот вы заметили, вот мы как зашли в смертельную битву, у нас, по-моему, уже нету желтых. Да, нету желтых миссий, дорогие друзья. Их нету. Кстати, ну ладно, давайте мы уже закончим обзор. Ну что ж, запомнили, как сохраняться? Клавиши 1 сохранятся. Ну, на ноутпаде. Там, в принципе, есть в архиве мода есть туториал, что как нажимать. Вы его обязательно прочтите, там все управление написано. Так что, с вами был я, Эдди, обзорчик модов ГАДА Санализ Плюс. С вами был Ион, главный персонаж нашей глобалки, Этой, которого нет в серии Mortal Kombat. Может и есть, но я не знаю. И все. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Эдди. Всем пока, удачи, дорогие друзья. Очень хороший мод. Вот он меня затянул на часик. Или на пол даже. Так что, крутая вещь, да. Установка тоже легкая. Плюс ко всему, я еще установил лично. Я установил дополнительный мод на телепортацию клавиши F4. Ладно, все, я уже много разговариваю, много базарю. Так что, всем удачи, всем пока. Не забывайте, у меня это был глобальный мод 240. Всем пока и удачи. Какой красивый самолетик. Субтитры сделал DimaTorzok